Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Прежде всего, большое вам спасибо за 90 тысяч подписчиков. Это просто огромная какая-то цифра, которая не поддается моему пониманию. Но, тем не менее, осталось 10 тысяч, и мы получим серебряную кнопку. Я прямо горю желанием, наконец, это сделать. Давайте перейдем к выпуску. Когда ты начинаешь слышать, как знаменитости говорят о криптовалюте, как мейнстримные медиа говорят о какой-либо конкретной криптовалюте, как в новостях говорят о криптовалюте, знай. Это тот самый момент, когда жизнеменяющая возможность исчерпывает себя. Никто и никогда не говорил про кардану, когда она стоила 3 цента в 2019 году. Никто не говорил о ней во время жестокого падения в 2019 году, когда она упала в 10 раз. Теперь все блогеры, СМИ и так далее начинают говорить о ней, выпускать видео, статьи, обзоры с призывами срочно ее покупать. Теперь, когда она почти вернулась к историческому пику, теперь, когда она почти выросла в 30 раз, о ней говорят. Я бы не сказал, что у меня было слишком много ады, но я уже зафиксировал 50% от того, что у меня было прямо сейчас. Ты должен понять мою четкую позицию. Я не буду призывать сейчас покупать биткоин или эфириум или другие криптовалюты, которые находятся на исторических хаях. Но когда мы увидим коррекцию, а еще лучше агрессивную коррекцию, вот тогда я буду однозначно покупать и биткоин, и эфириум. Коррекции – это моменты на рынке, когда мы зарабатываем деньги. Синдром упущенной выгоды на исторических хаях – это моменты, когда мы, наоборот, теряем деньги. Я знаю многих, кто прямо сейчас хочет инвестировать в доги коин. Что ж, пусть это делают. Они могут делать все, что угодно. И да, доги коин прямо с этого момента может еще вырасти. Кто его знает. Есть у меня один знакомый, весьма уважаемый трейдер, который прямо сейчас открыл лонг-позицию на доги коине. Очень рискованную позицию, но я сказал – вау, может и вправду доги коин вырастет еще больше. Но на самом деле мне все равно. Я четко следую своей стратегии, чтобы у меня не появилось плохих привычек, таких как, например, покупать на хаях. А доги коин действительно находится на хаях. Если же ты желаешь купить доги коин прямо сейчас, прямо вот здесь, ну что ж делать, купи. Но знай, я никогда не буду рекомендовать к покупке монеты или токены, которые продвигаются чисто ради прибыли тем или иным известным лицом. Это по сути обычная памп и дамп схема. Никакой внутренней ценности, никакого способа использования, абсолютно ничего. Доги продвигается Илоном Маском. Как я уже говорил раньше, я ставлю под знак вопроса его истинные мотивы. Но я точно знаю, что он привлекает огромное количество внимания к криптопространству, и за это я ему благодарен. Респект и уважуха. И поэтому меня удивляет, что пока шуточная монета доги коин безо всяких ютилити способностей делает 10 иксов, XRP с его технологиями и способами использования остается вне внимания таких огромных игроков, как Илон Маск и Тесла. Риппл прямо сейчас отбивается от единственного несогласного с другими регулятора, для того, чтобы получить конкретную регуляторную ясность для всего криптопространства. И я не преувеличиваю. Если Риппл проиграет этот судебный процесс, вся криптовалюта окажется в беде. Именно поэтому им нельзя проиграть. То, что недавно сказал Брайан Брукс, бывший контролер денежного обращения США, должно потрясти твое воображение. Но почему-то сказанное им прошло мимо кассы. Но сейчас я исправлю это недоразумение. Брайан, поговорим о Риппле. Вы работали в Coinbase, потом работали около года в правительстве. Так скажите нам, является ли XRP ценной бумагой, да или нет? Знаете, это сложный вопрос, который зависит от текущего судебного разбирательства. Но вот что я могу сказать, и я думаю, что это самое важное для XRP. Есть разница между способом распределения актива и природой этого актива в конкретный момент времени. И я думаю, что самый главный момент Риппла, который почему-то потерялся во всем этом разбирательстве, заключается в том, что что бы ни случилось в оригинальном распределении Риппла 10 лет назад, и независимо от того, был ли XRP тогда ценной бумагой или нет, сейчас такой вопрос ставить нельзя. Комиссия SEC сама сказала, что активы со временем могут менять свою природу с получением способов применения и децентрализации. Поэтому давайте я сделаю быстрый прогноз. Все должно закончиться регулированием. И это регулирование должно позволить существующим холдерам Риппл торговать им и находить необходимую им ценность в нем. Ребята, Брайан Брукс сказал, что все закончится регулированием. Он сказал, что активы меняются. И я напомню, эфир, когда только был создан, был ценной бумагой. Он имел все ее характеристики. Но сейчас он изменился настолько, что даже SEC не признает его ценной бумагой. Больше не признает. Это очень важно. XRP мог быть ценной бумагой в самом начале, но сейчас, спустя 10 лет, он изменился. Мы до сих пор видим людей, которые пишут, XRP это скам, судебные процессы добьют его, он так непривлекателен, не надо в него инвестировать. Я продолжаю слышать в своей личной жизни от обычных розничных инвесторов, что XRP это та еще гадость. И они совсем не хотят с ним связываться. Но я вижу, как люди в попытке угнаться за прибылью покупают биткоин за 50 тысяч долларов. Хотя, когда он стоил 3 тысячи долларов, эти же люди, которые сейчас покупают его за 50 тысяч, говорили мне, биткоин это скам. Это та еще гадость. И они совсем не хотят с ним связываться. Не покупайте биткоин за 3 тысячи долларов, он обвалится до нуля. Я покупал биткоин, когда его все не любили, когда его ненавидели, когда его называли скамом. И сейчас продаю, когда все его обожают. А затем перезакупаю, когда все в страхе его продают. Ripple XRP сейчас для меня выглядит как биткоин в 2018-2019. Все очень просто. И как мы видим на примере биткоина, фундаменталы выигрывают в конце. И это правда. Я хочу предупредить каждого, кто смотрит этот ролик прямо сейчас. Мы находимся в состоянии спекулятивного булрана. Но самое настоящее богатство будет сделано, когда начнется активный рост не по спекулятивным соображениям, а по соображениям ценности. Когда человечество узрит ценность в том, в чем я вижу ценность уже давно. Когда будут приняты способы использования. Когда криптовалюта, наконец, начнет изменять мир. И это будет не просто рост или булран, это будет монстр. Монстр, который решает проблемы реального мира. Например, XRP наряду с несколькими другими криптовалютами, такими как Chainlink или ETH, они уже готовы к этому моменту. Ты не представляешь, какой дикий это будет рост. Все эти спекулятивные игры покажутся сказочкой на ночь. Не более того. И вот почему конкретную часть своего портфеля я не продам никогда. Криптовалюта создавалась, чтобы решить проблемы существующей системы. И поверь мне, она их решит. Не забывай об этом никогда. Не забывай. Мы решаем проблемы, а не спекулируем. И это проблемы на сотни триллионов долларов. Вспомни, что пытается сделать Ripple. А если не помнишь, посмотри этот видеоотрывок. Как думаете, каков следующий шаг Ripple в его дорожной карте, по вашему мнению? Все очень просто. Есть один момент, который вы должны понять. Ripple это не просто компания. Мы здесь не за тем, чтобы получить какую-то небольшую рыночную капитализацию или заработать какое-то количество денег. Мы здесь, чтобы оставить большой след во вселенной. Либо мы изменим мир денежных переводов и способы передачи ценностей по всей планете, как между людьми, так и между институционалами. Либо же мы просто исчезнем. Как говорится, пан или пропал. Наша цель – заставить деньги двигаться так же, как двигается информация сегодня. Чтобы вы понимали, проблема, которую мы пытаемся решить, сегодня составляет 115 триллионов долларов. И это проблема трансграничных платежей. Мы как Google. Google для поиска. Ripple для платежей. Вот над чем мы работаем, не покладая рук. Если ты инвестор в Ripple XRP, то ты инвестор в компанию, которая хочет оставить след во вселенной. Ты инвестируешь в технологии, которые пытаются решить проблему на 115 триллионов долларов. Но тем временем люди в восторге продвигают до Гикоин, будто именно в нем есть какая-то магия и сверхъестественные технологии со способами использования. Я до сих пор этого не понимаю. Мы здесь пытаемся решить реальные проблемы реального мира. И я верю, что это закончится огромнейшим ростом криптовалютного рынка. Но не на основе спекуляции, а на основе использования внутренней ценности и способов использования. История с акциями GameStop и AMC – это сигнал для розничных инвесторов. Когда ты видишь эти экстремальные шорт-сквизы, которые нам демонстрировали, ты понимаешь – это почти конец. Думаю, мы можем увидеть масштабные коррекции на фондовом рынке в ближайший год или два. Конечно, это скажется и на нашем криптовалютном рынке. И тогда розничные инвесторы, которые сейчас покупают биткоин, эфириум и другие криптовалюты на исторических пиках, снова скажут, что криптовалюты – это скам. И этот класс активов снова станет для них непривлекателен в плане инвестиций. Но, друзья, на самом деле, именно этот момент и будет тем самым временем, когда снова появится отличная возможность для этих инвестиций. Если нас делят на массы и классы, то мы движемся против масс, потому что собираемся стать классами. Давайте закончим еще одной цитатой. Держи свою голову в облаках. Мечтай. Но в то же время твердо стой на земле и делай шаги, чтобы эти мечты стали реальностью. И, наконец, последняя тема этого выпуска. Есть такой человек, которого зовут Ашиш Берла, если я правильно произношу его имя. Он работает в Ripple. Вчера в Твиттере он написал следующее. Считаю дни до тех пор, пока IBM не объявит, что добавляет стейблкоин в свой балансовый отчет. Инновационные компании добавляют в свои балансы свободные активы, чтобы оставаться актуальными. Поэтому IBM тоже должен добавить их в свои активы. Ожидаю, что это будет уже существующий фиат, но на блокчейне. IBM – это крупнейшая компания в сфере ПО, IT и консалтинга. Интересно то, что она работает с такими блокчейнами, как Hedira Hashgraph. С 2019 года IBM имеет место в управляющем совете Hedira. Кроме этого, они работают и с блокчейном Stellar XLM. Как известно, Stellar работает с IBM над использованием XLM в качестве промежуточной валюты для трансграничных платежей, а также с банками, которые выпускают стейблкоины. Забавно то, что совсем недавно, 6 января 2021 года, офис контролера денежного обращения США разрешил банкам запускать независимые ноды для верификации в сетях блокчейн и использовать стейблкоины для платежей. Помните, что тогда случилось с ценой Stellar? Она выросла на 150% за несколько дней. Я думаю, что Ашиш Бирла пытается нас предупредить, что что-то похожее Stellar, а может быть, Hedira Hashgraph ожидает в будущем. Особенно, если IBM таки добавит стейблкоин в свои балансы. Судя по всему, он просто обязан это сделать для собственного выживания в быстро меняющемся мире финансов. И далеко не зря американцы разрешили собственным банкам запускать ноды в блокчейнах. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если это видео вам было полезным или понравилось, поставьте лайк. Для меня это большая мотивация, а каналу это позволяет расти. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии. Все они разваливаются. Почему же это происходит? Потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее, правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Это центральные банки. Центральные банки, комиссары, манипулируют процентными ставками. Когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик по сути оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться. Редактор субтитров А.Семкин